Я вас приветствую, мои дорогие друзья! Сегодня в этом видеоролике я хочу вам показать полный процесс изготовления ручки со сменными цангами. В моей мастерской это весьма востребованное приспособление и нужно оно для следующего. Во-первых, для того, чтобы зажимать надфили с разными хвостовиками. Хвостовики у надфилей бывают 3 мм в диаметре, 3,5 мм и 4 мм. Значит, должны быть цанги под все эти надфили. Во-вторых, ручка нужна для того, чтобы зажимать вот такие полотна от обыкновенного лобзика. Для тех, кто занимается нажиделием, знает для чего это нужно. А это нужно. Ну и третье, что должна выполнять ручка, это зажимать вот такую заготовку микрочертилки с твердосплавным наконечником. Что это такое и для чего это нужно, я расскажу вам позже. Итак, материал, который нам потребуется для работы. В моем случае я буду использовать латунь. Можно использовать сталь и нержавейку. Алюминий настоятельно не рекомендую использовать, потому что, ну, дуже хлипкий материал. Там резьба 10 шаг 1, вы просто можете сорвать резьбу. Если же будете изготавливать из стали, то все детали потом необходимо поворонить, чтобы не было коррозии. И выглядело это все как в первозданном виде. Цанги буду изготавливать из прутка диаметром 8 мм. Само тело цангового зажима буду изготавливать из прутка диаметром 14 мм. Ну а саму гайку изготовлю из латунного шестигранника со стенкой 14 мм. Настоятельно рекомендую использовать именно шестигранник, потому что можно подзатянуть будет ключом. Можно, в принципе, использовать и накатку, но для полотна от лобзиков вы не затянете его вручную настолько сильно, сколько сможете затянуть ключом. Поэтому именно шестигранник. Саму ручку буду изготавливать из термостабилизированного дуба. Материал в обработке мне очень сильно понравился. Внешне-менее он будет темно-коричневого цвета, а когда пропитаем маслом, он станет почти коричневым. Ну и небольшой вам лайфхак. Также эта цанговая ручка будет затягивать вот такие вот микроскопические чертилки. Для чего они нужны? Для того, чтобы обрисовывать контур полотна в больстере. То есть это очень тоненькая чертилка. Небольшой лайфхак, где это достать? Ну, те, кто использует вот такие вот маленькие твердосплавные сверла, когда вы его сломали, а вы его по-любому сломаете, потому что они очень хлипкие и не любят биение станка, остаётся небольшая вот такая твердосплавная напайка из карбидовольфрама. Не выбрасывайте эту заготовку, просто-напросто на алмазе заточите её остро, и у вас есть очень маленькая чертилка, которую даже и делать не надо, она уже готова. Основная часть работы будет выполнена на маленьком токарном станке ВИСАН ВМ-210-F400, а пазы будут прорезаны на цангах при помощи вертикально-фрезерного станка XJ95-12. Фиксирую шестигранный пруток в патроне станка, оставив вылет заготовки равным 30 мм. Обрабатываю торец заготовки, после чего сверлю отверстие центровочным сверлом. Сверлю глухое отверстие, сверлом диаметром 6,5 мм, на глубину 22 мм. Затем сверлю отверстие диаметром 9 мм, на глубину 18 мм. После чего вставляю метчик, поджав его с другой стороны центром, и нарезаю резьбу М10 шагом 1 мм. Внутри отверстия снимаю фаску шириной 2 мм, под углом 45 градусов. Подравниваю торец заготовки и снимаю наружную фаску шириной 2 мм, под углом 45 градусов. После чего отрезным резцом отрезаю заготовку длиной 22 мм. Переворачиваю заготовку и фиксирую ее в патроне. Снимаю фаску шириной 5 мм, под углом 45 градусов. И снимаю небольшую фаску внутри отверстия для удаления заусенца, и не более того. Фиксирую в патроне заготовку диаметром 14 мм и оставляю вылет равным 30 мм. Подрезаю торец заготовки и сверлю отверстие центровочным сверлом. Проходным упорным резцом точу заготовку до диаметра 10 мм, на длину 16 мм. После чего с двух сторон протачиваю две канавки шириной 2 мм на диаметр 8,5 мм. Они необходимы для выхода резьбового резца и для свободного закручивания внутри гайки, где не дорезана резьба метчиком. Настроив электронную гитару станка, нарезаю правую резьбу М10 шагом 1 мм за несколько проходов. Супер! Далее внутри оправки сверлю глухое отверстие диаметром 6,5 мм на глубину 60 мм. Очень важный момент. Внутри отверстия центровочным сверлом необходимо сделать широкую фаску. Выдвигаю заготовку из патрона на длину 70 мм. Фиксирую ее и поджимаю вращающимся центром. После чего протачиваю хвостовик до диаметра 9,5 мм. Отрезным резцом обрабатываю уже торцы слева и справа. Для того, чтобы оправка внутри будущей ручки держалась надежно и не проворачивалась, на хвостовике сделаю глубокую накатку. С такой поверхностью оправка вклеится намертво. Отрезным резцом отмечаю длину заготовки, равную 60 мм. И отрезаю ее. Теперь необходимо изготовить сами цанги. Для этого 8-мм пруток фиксирую в патроне станка с вылетом 20 мм. Торцую заготовку, сверлю отверстие центровочным сверлом. После чего сверлю глухое отверстие диаметром 3,2 мм на глубину 35 мм. Далее снимаю фаску практически до самого отверстия. Влево отступаю 3 мм и заглубляю резец до диаметра 6,4 мм. После чего выдвигаю заготовку из патрона на длину 50 мм. Поджимаю с другой стороны вращающимся центром и протачиваю заготовку уже по всей длине. Отрезным резцом отрезаю заготовку длиной 35 мм. Итак, что мы имеем на данном этапе? На данном этапе полностью изготовлен держатель цанг. Изготовлены полностью 3 цанги с тремя отверстиями. Отверстия диаметрами 3,2 мм, 3,7 мм и 4,2 мм. По две десятки добавлены не просто так. Они добавлены для того, чтобы хвостовики инструментов входили сюда легко и не цеплялись ни за что. Также изготовлена полностью гайка. Каков принцип работы этого зажима? В общем, после того, как на каждой цанге будут сделаны 4 пропила тонкой фрезой, здесь появятся зазоры. Внутри, как вы видите, здесь имеется конус. Мы его изготовили не просто так. Внутри гайки имеется конус. На самой цанге имеется тоже 2 конуса. 2 конические поверхности. Как только мы сюда вставим цангу с пропилами и начнем зажимать саму гайку, пропилы будут сужаться. Тем самым диаметр проходного отверстия будет уменьшаться. Тем самым надежно фиксировать хвостовик инструмента. Приспособление очень простое и надежное. Держит практически намертво. Теперь следующий вопрос. Чем сделать пропилы на самих цангах? Это можно сделать как вручную, при помощи дремеля, отрезными кругами. Но я воспользуюсь фрезерным станком. На оправку уже поставил дисковую фрезу. Ширина ее 0,7 мм. Ну а сами цанги буду фиксировать вот в таком приспособлении в виде кубика. Здесь уже стоит цанговый зажим 6-7 мм. Для того, чтобы надежно зажать саму цангу. Делаем пропил. Устанавливаем в тиски, делаем пропил. Переворачиваем на 180 градусов и делаем пропил крест-накрест. Тем самым у нас получается идеальный пропил крест-накрест на каждой цанге. А для того, чтобы закрепить полотно от лобзика, сделаю пропил уже вот такой дисковой фрезой, ширина которой составляет 1,5 мм. Использовать для этого буду последнюю цангу, то есть диаметром 4,2 мм. И сделаю пропил всего-навсего один, чтобы можно в него было вставлять само полотно. На этом у нас будут три универсальные цанги, способные зажимать практически весь необходимый инструмент. Вставляю заготовку в оправку. Вылет контролирую обыкновенной линейкой. После выставления затягиваю гайку ключом. Пропил паза в заготовке делаю за несколько проходов. Нужно понимать, что диаметр заготовки составляет всего-навсего 6,5 мм. Да и еще внутри сквозное отверстие. Можно просто сломать заготовку, если все делать за один проход. Пропилив паз, разворачиваю оправку на 90 градусов. И повторяю ту же самую операцию вновь. Поменяв фрезу на более широкую. В заготовке с внутренним диаметром 4,2 мм фрезерую точно такой же паз, но уже один и с шириной 1,7 мм. В результате у нас получилась вот такая картина. Пропил крест-накрест на 3,2 мм, 3,5 мм. И на 4,2 мм один широкий, в который с легкостью стандартное полотно от лобзика вставляется. Ну, давайте на нем и покажу пример, как это работает. Здесь можно 4-х миллиметровые надфили сюда вставлять, это самые длинные которые. Ну и полотно вставляется вот так и затягивается. Ну а теперь осталось только изготовить ручку и проверить финишный результат в работе. Фиксирую один конец деревянного бруска в патроне станка, второй конец поджимаю вращающимся центром. Проходным упорным резцом с вставкой из карбидовольфрама с острым профилем протачиваю с одной стороны заготовку до получения цилиндра. После чего переворачиваю заготовку, фиксирую ее уже более надежно за цилиндрическую поверхность в патроне, поджимаю центром и протачиваю до получения диаметра заготовки 25 мм. Правую часть заготовки протачиваю до диаметра 18 мм, на глубину 1 мм. Резцом ставлю риску на заготовке, отступив от торца заготовки 75 мм. После чего, включив на станке автоматическую подачу в правую сторону, работая одновременно поперечной подачей, протачиваю конус на заготовке. Сверлом по дереву диаметром 10 мм, в заготовке сверлю глухое отверстие на глубину 60 мм. Развожу небольшую порцию двухкомпонентного быстросохнущего эпоксидного клея. Обмазываю оправку и отверстие внутри заготовки, после чего вставляю оправку в заготовку и поджимаю ее задним центром. После полного высыхания клея, резцом снимаю фаску одновременно из деревянной ручки и с оправки, заподлицо. Отрезным резцом от отметки отступаю 12,5 мм и делаю канавку, но не до конца. Методом работы одновременно двумя подачами формирую сферическую поверхность заготовки, после чего наждачными бумагами зернистостью 320, 500 и 1500 шлифую поверхность заготовки. После шлифовки отрезаю заготовку, переворачиваю ее, фиксирую в патроне и обрабатываю наждачными бумагами сферическую поверхность. В завершение процесса обработки пропитываю ручку льняным маслом. Итак, изделие имеет уже полностью законченный вид. Ручка просто великолепна, как по мне. Эргономика на высоте. В моем случае для моей ладони самое оно. То есть упирается ровно в середину ладошки. Можно работать так, можно работать вот так, можно работать вот так. Ну давайте попробуем, вставим сюда цангу на 3,5 мм. Гаечку, кстати говоря, грани я здесь шлифанул, чтобы они выглядели вот так красиво на гриндере. Ну и попробуем, вставим надфиль. И затянем от руки. Отлично. Ну что я могу сказать? Держит великолепно. Так, ну а теперь попробуем, поставим заготовку чертилки. Возьмем цангу на 3 мм. Тоже великолепно. Просто сказочно. То есть и работать тоже очень удобно. Ну и последняя цанга. Это цанга с диаметром 4,2 мм. В которую можно затянуть полотно от лобзика. Здесь уже нужно будет подфиксировать ключом. Кстати говоря, два вот этих вот ушка можно просто подсточить. И он зайдет вообще очень глубоко. Ну, можно и не подтачивать. Можно просто затянуть как есть ключом. Ну и давайте попробуем. Работает, не вытаскивается ли. В большинстве случаев нужно будет работать вдоль волокон. Внутри отверстия. Отлично. Отлично. Ну, как многие, наверное, догадались, нужно будет растачивать глубокие отверстия. То есть для этих целей все работает просто великолепно. Ну и попробуем, отрежем заготовку. Для этих целей, конечно, такое полотно использовать я не буду, потому что очень здесь агрессивный зуб. Ну, попробовать мы тоже, в принципе, можем. Очень агрессивный зуб. Все держится, ничего не шатается. Все великолепно. Ну, вот так вот мне работать прям очень нравится. Надега. Естественно, за кадром я изготовил не одну такую ручку, потому что уж дуже понравилось это приспособление. И даже изготовил отдельный чехол для алмазных надфилей со всеми возможными порфилями. Здесь имеются две ручки. Можно крепить сразу два надфиля. Все в одном месте. Никогда искать не будешь. Необходимо еще точно такой же чехольчик сделать для вот обыкновенных надфилей, не алмазных. Но это я сделаю уже, конечно, за кадром. Все удобно, в одном месте и все практично. Отличный девайс. Итак, мои дорогие друзья, весь процесс изготовления я вам полностью показал. Работа несложная и справиться может даже самый начинающий токарь. Девайс очень полезный практически в любой мастерской. Можно фиксировать надфиля, шило. То есть спектр применения очень широкий. Хоть отверткой фиксируйте, если изготовите для нее цанги. Ну а на сегодня у меня все. Всем, кому было видео полезно, не забываем ставить палец вверх. Всем пока!